Сегодня снова о профилактике и снова о ДТП, мошенничестве и коррупции. И что категорически нельзя говорить при службе. Прошедшее воскресенье говорила, что меня беспокоят ДТП с трамваями. За месяц было три наезда и последствия тяжкие. Есть ли халатность в действиях некоторых должностных лиц в таких случаях? А на прошедшей неделе снова ДТП с жертвами. И снова вопрос возник о трамваях в городе. Во второй части в рубрике «Наука в Бурятии» предложу вам интервью с молодым ученым-историком. Очень нравится мне. И умная, и логичная, и неравнодушная. В ходе подготовки к своей кандидатской она три года провела в архивах Бурятии, Иркутска, Читы, Москвы и Санкт-Петербурга. И помогает многим знакомым и незнакомым без малейшего пиара. Здравствуйте, я Александра Механова. Всех жителей Лаунды напугала новость, что легковой автомобиль вылетел на рельсы, задавив при этом насмерть двух жителей Лаунды на трамвайной остановке. Вновь повторю, что в каждом отдельном случае будет устанавливаться виновность-невиновность водителя. Вместе с тем снова возник вопрос к должностным лицам, которые отвечают за безопасность нашу, жителей Лаунды, жизнь и здоровье. Недавно ремонт ведь прошел, рельсы перекладывали и трамвайные остановки по новой заливали. Кто-то же все это проектировал за деньги. Всем горожанам возрасте известно, что улица Терешкова отличается повышенным количеством ДТП, в том числе и с жертвами. Что будет предпринято, чтобы такое не повторилось? Пока никто из ответственных ничего не комментировал. Повторюсь, что в УК есть статья «Халатность» для должностных лиц. Управлению трамвая уже давно пора принять меры по профилактике. Отходить уже пора от практики устройств в их трамваях из избы читальни или новогодних огоньков. Для нас самое главное – это чтобы трамваи и трамвайные остановки были безопасными. В прошлое воскресенье по ДТП с трамваями говорила о возможных шагах трамвайного руководства. Они же выбрали другой путь, неожиданно для меня. В соцсетях прочитала коммент пресс-службы, который начинался с вопросом «Осеннее обострение», а ответила, что ни при каких обстоятельствах так писать о ДТП, где погибли или пострадали люди, официальные лица не должны и не могут. Как бы мы им не надоели своими нарушениями. И снова о мошенничествах. Женщина перевела 120 тысяч рублей в качестве предоплаты за жилье в Питере. Новость – классика жанра. Часто говорю, что жертвами мошенников становятся только глупые, в смысле наивные или жадные. СМИ сообщают, что женщина искала жилье и прельстилась дешевизной. Почему-то все считают, что им повезло найти что-то подешевле. Нельзя раз и навсегда запомнить, что это уловки преступников. Они живут за счет этого. Ну и к новости о новых обысках в агентстве лесного хозяйства. Много лет читаю лекции на всевозможных курсах, в том числе антикоррупционных. Когда они только начинались, представители агентства всегда говорили, что у них нет коррупции. Я им отвечала поушутливо-серьезно, что она была и есть везде. Потом пошли у них уголовные дела. Сейчас представители агентства стали говорить, что дела же ничем не заканчиваются. И буквально на следующий день пошли новые обыски у их руководства. Нужно прислушиваться к практикам и делать выводы. Этот же совет прислушиваться к советам юристов-практиков хотела бы дать и тем, кто лукавит с декларациями. Нынче отличилось новое министерство, туризмом которое. Слишком увлеклись красивыми мероприятиями и пиаром. А тут проверка прокуратуры. И она выявила недостоверные сведения. Законы надо чтить, иначе плохие мысли навеваются. Ну и на прощание, как обещала, интервью с умным историком. Повторюсь, лучшая профилактика – это правильное воспитание с детства и рассказы о хороших людях. Буквально час назад прошел совет при главе по науке и инноваций. И там сегодня были награждены преподаватели, молодые ученые нашего Бурятского госуниверситета. У нас было четыре. Это государственная премия «Лучший молодой ученый Республики Бурятия». У нас было четыре номинации. Это социогуманитарный, это естественный, технический. И в этом году впервые была введена номинация за просвещение. То есть это молодые ученые, преподаватели. В этих номинациях были представлены 30 работ, пять из которых – это преподаватели и сотрудники Бурятского государственного университета. На сегодняшний день у нас по просвещению впервые лауреатом становится доктор политических наук, Родионов Владимир Александрович. Прерву на пять секунд расскажу, что Родионов нам, Владимир Александрович, помогал, будучи кандидатом и сейчас доктором наук, в наших проектах по Рокоссовскому, когда мы ездили в Монголию и принял наше приглашение, поучаствовал и на «Кругом столе» три года назад, и сейчас на конференции. Поэтому я благодарна ему. Кроме этого, у нас были представлены социогуманитарные направления. Это тоже молодой доктор социологических наук Бадмацаренов Тимур Баторович. Кроме этого, естественные науки. Лауреатом стал молодой кандидат наук, который буквально недавно защитился в Казани, кандидат физико-математических наук Бадмаев Сергей Александрович. Кроме этого, у нас несколько лауреатов, которые являются сотрудниками и Бурятского государственного университета, и Бурятского научного центра. Это первое место в номинации естественной науки занял Тыхеев Жаргал Александрович. И сегодня была вручена премия гранд-президента Российской Федерации для молодых ученых. Это Тараскин Василий Владимирович, кандидат фармацевтических наук. Большинство фамилий я знаю, да, и я отдельно, скажем так, рада очень за Васю Тараскину. Я почему хочу сказать о молодых ученых, да, о том, что многие говорят, и родители, и дети, да, зачем нам идти в науку, зарплаты как бы небольшие. Поясните, пожалуйста, какие суммы получают президентские гранты вы лично выиграли, я помню, ты, Оля. Скажи, пожалуйста, о них. Ну, вообще говоря о финансировании, о поддержке молодых ученых, вообще ученых, у нас есть несколько фондов, да, то есть очень официальных фондов, государственных фондов, есть фонды поддержки частной. Вот на сегодняшний день у нас в республике есть проекты поддержки для гранта президентов Российской Федерации для молодых ученых, это составляет 600 тысяч рублей. Значит, говоря о фондах, о российском фундаментальном фонде, да, мы можем сказать о том, что этот фонд выделяет определенную сумму на определенный проект. Вот, например, Владимир Александрович, да, то есть у него сейчас международный грант, есть грант, мой первый грант у Бадмаева Сергея Александровича, да, то есть все зависит от того, какое финансирование они запланировали и запросили у фонда. Скажите, что есть суммы до нескольких миллионов? Да, есть суммы и в полтора миллиона. Вот сегодня наш коллектив, коллектив историков, молодых историков, подал проект Российский фонд фундаментальных исследований на 2 миллиона. Расскажи про Фрунзе в Брятии. Ну вот фильм, который сняли в Заиграево, да, то есть про пребывание Фрунзе именно на территории, то есть на территории Забайкалья, да, то есть я там освещала, рассказывала о его жизни здесь, да, о его политической жизни здесь, материала, источников очень мало, но тот материал, который есть на сегодняшний день, он доказывает, что он действительно здесь был и он действительно вел политическую, политическую жизнь, активную политическую жизнь здесь. Он это носитель той политической, той революционной идеи, которая была в Санкт-Петербурге, да, на тот момент, в Центральной России, он действительно тот человек, который нес сюда идеи. И Фрунзе, ну вот просто случайно так получилось, да, Фрунзе у нас всегда ассоциируется с Киргизией, да, Фрунзе всегда ассоциируется у нас с Бишкеком, так как это такое, то есть советское название этого города, да, и Фрунзе это и личная такая страничка моей жизни, да, то есть моя бабушка это депортированные немцы по Волжье, и первая их точка депортации как раз была во Фрунзе, ну, в современном Бишкеке. Расскажи, пожалуйста, как к ним относились ее воспоминания? Ну вот у них депортация была очень тяжелая, то есть зимой, депортация в 41-м году, и депортация была сначала во Фрунзе, потом в Омск, затем на Дальний Восток. Вот все воспоминания, которые связаны, она всегда очень хорошо рассказывала про Фрунзе, она всегда очень хорошо говорила о том, что их приняли, да, им помогали, не было какого-то ущемления или еще что-то, да, то есть их зимой туда доставили, то есть очень холодное время, да, то есть местные жители хорошо относились к ним, не как к врагам народа, не как к людям второго сорта, да, то есть поддержка и помощь местного населения была колоссальная. Только за счет этого они там и выжили. Возникла такая проблема, что из Бурятии очень многие уезжают, и у нас риск такой, что нас скоро заменят уже граждане Китая, да, но угроза есть такая. И теперь доктора юридических наук, не исторических, юридических наук пишут статьи, что необходимо вернуть в Уголовный кодекс такие виды наказания, ну, такой вид наказания, как ссылка, чтобы люди из Запада, которых осудили за какие-то преступления, они были переселены к нам в Бурятию. Как вы относитесь к этому? Ну, вообще у меня тема не совсем ссылка, у меня институт военного губернатора Забайкалья, да, Забайкальская область на тот момент издаляционная, с 1851 по 1917 год. Забайкальская область это как раз область, которая включала современные границы Республики Бурятия и Забайкальского края. Вот военные губернаторы, как управленцы, как глава этой территории, они были категорически против этой ссылки и очень обоснованно, четко говорили об этом в своих все поддательщих отчетах. И вместе с ними я поддерживаю их точку зрения полностью. Вот эти фразы о том, что ссылка губительна для этой территории, я считаю точно так же. Подводя итог, мы вновь хотим напомнить. Лучше учиться на чужих ошибках, чем совершать свои жаргалтэбэкты, хээнбэкты. С вами была я, Александра Мяхнова. До скорых встреч!